добрый день у нас сегодня не очень обычный блог потому что я не буду рассказывать вам какую-то историю хотя и она тоже может быть будет в блоге но я вам расскажу то что произошло с нами на нашем уроке вы знаете что мы на уро здесь стал доте в офисе изучаем по у хм уже больше года наверное даже больше года примерно полтора года изучаем с работниками офиса талдот какой-то трактат геморрой и там конечно же каждый раз возникают какие-то вопросы часть из них часть наших блогов ответов они как бы черпаются из этого урока который для меня является очень большим стимулом и вот один из вопросов которым мы натолкнулись на который мы натолкнулись это тема которая оказалась очень принципиальной я уже и в акты изучал в трактате броход но она как-то прошла прочитали и пошли дальше сейчас трактатами гела когда мы ее изучали мне захотелось как бы прояснить ее для себя и на уроке как всегда возникло какое-то живое обсуждение поэтому мы сейчас мы с рада шим попытаемся ее тоже обсудить в рамках нашего блога и поэтому сделаем это немножко сжато но постараемся осветить известные нам стороны окей хватит вступление давайте по теме какая тема написано такая история в талмуде что один раз какой-то хазан то есть кантор выступал молился перед общиной да молился перед свишним представляя общину и он был в общине его присутствовал раби ханина и этот хазан сказал что всевышний он как он сказал сказал что всевышний он всевышний бог всесильный там великий могучий грозный 1 до 6 стадир это больше чем большой огромный и зуз сильный а хазан еще раз сильный а мидс это храбрый мощный то есть них бат уважаемый дождался раби ханина пока он не закончил когда он закончил он ему сказал ты закончил все прославления господина твоего лама ли кули а и зачем ты так долго говорил зачем ты так много говорил прославление анан хани тлас дамри даже те три которые мы договорим и лав дамрину мошер обвини если бы их не сказал наш учитель мошер бэу райс авторе в асу анчей кнеса кдойла и пришли и не пришли бы член великого забрания в тикнуну битфила и не постановили бы во время молитвы лоя а вайку лой а вины и холим лиме мы бы не могли сказать в а там рискули а я ты добавляешь от себя столько маша ли милых баса родом на что это похоже на царя земного у которого были тысячи золотых динаров а его начали прославлять за одну тысячу серебряных динаров это же его оскорбляет да и так раби хаанина обратил внимание своего хазана что не нужно добавлять прославление или какие-то описание всевышнего невозможно описать все невозможно прославить так вот сказать кроме что 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 либо кроме того как написано в молитве шму наесра что бог великий могучий и грозный а келя гадоле гибор ванура не нужно добавлять так написано почему с гемоража объясняет себя геморраг говорит почему потому что есть не опасность однозначно ты не сможешь перечислить все прославления всевышнего это геморраг трактатами гела говорит кто может прославить всевышнего так как подобает молчание это самое лучшее прославление которое может быть почему потому что человек не может прославить всевышнего 100 настолько насколько это нужно рамбом говорит это так здесь даже не написано говорит рамбом что в земного царя у которого есть тысячи золотых динаров в прославляют за одну тысячу золотых динаров тогда вы можно было сказать что мы хотя бы имеем представление настолько пропорции не соблюдаются говорит рамбом гемора подчеркивает что наше прославление оно похоже как будто бы мы при прославляем царя у которого золотые динары а мы прославляем за серебро то есть мы даже в тот же самое вид в тот же самый мы даже не попадаем так как же мы можем прославлять всевышнего и тогда у меня возник вопрос да окей в геморе так написано шелхонорух так тоже говорит да энлил сиф нельзя добавлять какие-то описания всевышнего на его прилагательные которые как бы к нему относятся кроме бог великий могучий и грозный почему так написано в и так постановлен пророком эзра и но говорится это только в молитве потому что не нужно менять матбеши то вуха хомим то тот вариант молитвы которые постановили мудрецы но когда человек просит у всевышнего или молится к нему и говорит это от себя может он так говорит так говорит шелхонорух то есть если человек говорит не в самом тексте молитвы тогда это да можно уме коль мог ойм на хонлими шерцель арик бешев хиа маком шимару тоби псу ким но приводит от имени раббейна йойна шелхонорух так написано быть и сэш раббейны раббейна йойна говорил что лучше даже когда человек добавляет какие-то прославления от себя говорить это и используя псу ким которые то есть предложение в тайге арифта или не добавлять от себя интересно откуда берется это мнение раши и другие решения говорят что другие ранние комментаторы говорят что имеется ввиду когда человек добавляет в то постановление от молитвы которые постановили члены великого собрания он добавляет какие-то прилагательные относящиеся ко всевышнему описание как всевышнего это человек не может сделать но если он это говорит просто от себя он прославляет всевышнего тогда это бесседра тараши это раббейну и цхак рамбом мы видим что считал что даже в обычной в обыденной жизни все равно не стоит не только в молитве не стоит добавлять описание и прилагательные ко всевышнему рамбом очень строго подошел к этому вопросу раббейна йоина мы говорим что он сказал лучше прославлять уже так как мы видели сделали наши праотцы или наши праведники царь давид или кто-то был раньше те кто знали как нужно прославлять из этого тоже мы видим и стал моду что в том и написано что те люди которые на уровне они да могут что-то представить но у нас есть интересное мнение которое приводится здесь мнение ры о и быть йосиф подчеркивает что аллаха как мнение раби ицхака что можно так он приводит шуха на руки что можно прославлять всевышнего там где нет постоянной молитвы не постоянно не внутри постоянной молитвы реложий говорит еще одну вечер и говорит что мы же видим что все праведники все царь давид прославляли всегда всевышнего поэтому говорит что если человеком происходит какое-то чудо что-то всевышний делает для него какая-то ситуация человек видит что всевышний ему помогает нет никакой проблемы прославить всевышнего и сказать что он благодарен всевышнего за то что с ним произошло и зато за за те качества которые всевышний проявил по отношению к нему то есть можно называть всевышнего можно прославлять всевышнего так как человек это чувствует в его лично со всевышним общением но когда он говорит молитву шму на и срэ то есть какой-то нусах да есть то требование которое постановили мудрецы которые мы видим еще сказал мошир обей на который повторил пророк изра это бог великий могучий грозный и вот здесь вот в молитве шмана если нельзя добавлять вот это то что мы хотели сказать в блоге получается не очень блога просто вот такая констатация факта так написано в аллахе и так прославлять благодарить всевышнего можно любыми своими словами если это не в молитве шмана но если это молитвы шмана если нужно четко придерживаться того варианта который постановили мудрецы не добавлять от себя это то что получается и в принципе есть такой вопрос кому всевышний дал право прославлять даже царь давид написано что всевышний должен был упростить простить свечи царь давид написано медрошей он сказал ему всевышний сказал ему прославляй меня я тебе прощаю то есть даже до для царя давида нужно было прощение потому что не может человек постигнуть всего величия Всевышнего, и поэтому не может описать, искать какое-то прилагательное, которое ко Всевышнему будет применимо. Вот это то, что у нас получилось, что мы хотели прояснить в нашем сегодняшнем блоге. Я надеюсь, что это было не слишком сумбурно, потому что это просто как бы такой шиур в ешиве. Не совсем формат блога. Мы пытаемся разобраться то, что в том, что написано в Талмуде. Только в формате нашего блога. Спасибо большое.